Трус не играет в хоккей. Эти слова и знаменитые песни известны не только любителям морозного вида спорта. Не будет лишним перефразировать, трус не нарисует хоккей. По крайней мере, так считает автор нового арт-объекта, брещанин Александр Клишевский. Художник и ярый болельщик хоккейного клуба «Брест» сам предложил такую неординарную идею директору клуба Сергею Сушко. Он посещает постоянно наш дворец, кататься приходит, на хоккей приходит. Человек работает на газопарате, это его творческая профессия. Там он работает не в кайфу, а тут он получает творческое удовлетворение. Он выбирал, подходил, советовался. Больше инициатива отходила из него. Я просто так, можно сказать, пассивное участие принимал, одобрял, не одобрял. Но он сам во всем этом понимает, поэтому мои советы ему не очень-то и нужны. Кстати, художник Александр Клишевский сделал такую красоту для любимого хоккейного клуба практически даром. Руководство оплатило все необходимые материалы для граффити и немного сверху. Но для творческого брещанина в приоритете были совсем не деньги, а результат его работы. Теперь, пожалуй, это самая стильная подтрибунка во всем белорусском хоккее. Однотонные стены украсили более 20 граффити-картин. Портреты Харламова, Салея, Третьяка и многих других. Ближе к хозяйской раздевалке портреты становятся более командно-тематическими. С изображением игроков команды, ретро-формы, зубра и ангела-хранителя. Есть еще десятки портретов знаменитых игроков хоккея. Фил Эспозита, Уэн Грецки, Яромир Ягр. Кстати, последний в свои 47 лет до сих пор является действующим хоккеистом. За всю карьеру он провел более 2500 игр, в которых забросил 1100 шайб. Особенно родными для хоккеистов клуба «Брест» уже успел стать уголок с символикой их команды. А весь процесс творчества им посчастливилось наблюдать своими глазами в перерывах между тренировками. Да, нравится. Общались с художником, все устраивает. Он спрашивал иногда, похоже, не похоже, красиво или нет. Мы говорили, все с ним обсуждали. Солей очень хорошо получился. Ягр, Малкин тоже хорошо получили. Посетители Ледового дворца и спортсмены из других городов и стран уже успели оценить креативность под трибунки. Наши не так это эмоционально воспринимают, как приезжие. Потому что наши это видели в процессе, постоянно они тут тренируются, ходят, они видели, как это все делается. Глаз где-то замыливается от новых, да, такой восторг присутствует. Игроки Брестской команды не скрывают, что в будущем хотели бы увидеть и свои портреты наряду со знаменитостями мира хоккея. И время на это у них еще есть. Тем более, что арт-объект не закончен. В следующем году Андрей Клишевский приступит к новому фронту работ. Места для творчества у него предостаточно. Десятки метров однотонных стен ждут своего перевоплощения.